Мы в этот период с губернатором Московской области, Борис Ильичем, с правительством Московской области достаточно интенсивно провели работу и дали предложения, с которыми президент в основном согласился и можно сказать уже сегодня об основных параметрах этих предложений. Речь идет об увеличении площади Москвы в 2,4 раза. Сегодня площадь Москвы одна из самых проблемных в мире. Плотность населения Москвы по аналогичным территориям больше Лондона, Парижа, Нью-Йорка почти в два раза. И, конечно, территория Москвы исчерпала свой потенциальный ресурс для развития. Поэтому потребовалось принять решение о расширении границ Москвы с учетом и того поручения, которое президент давал о возможном переходе на другие территории, переселении на другие территории федеральных и государственных учреждений. Но, помимо этого, конечно, необходимо рассматривать вопрос шире, имея в виду решение проблемы жилищного строительства, социального, транспортных проблем и так далее. В целом, это решение позволит изменить вообще весь вектор и стратегию развития московского региона, давая устойчивое развитие всего мегаполиса на ближайшие десятилетия. Насчет каких участков Москва расширилась? Речь идет о большом участке. В основном это участок территории от Варшавки до Киевского шоссе. И дальше на юго-запад ограничен большой кольцевой железной дорогой. То есть это дальше МКАДа, еще территория до Большого кольца железной дороги. Это территория 144 тысячи гектаров. Там будет жилье строиться, да, в первую очередь? Значит, эта территория требует комплексного градостроительного планирования, которое будет себе предусматривать, конечно, и административное строительство, и деловое, и строительство новых образовательных центров, научных центров, и жилищного строительства, конечно. А по счету, например, какой финансированный потребуется, наверное? Пока нет, потому что пока конкретных проектов нет. С точки зрения развития транспортной инфраструктуры, она практически укладывается в программу развития Московского транспортного узла. Единственное, что потребуется, конечно, смещение приоритетов и сроков развития. А на части территории уже ведется строительство, в том числе, в частности, Рублево-Архангельско развивается. Говорилось, что, возможно, туда будут переноситься правительственные учреждения. Насколько вы сейчас? Ну, пожалуйста. Да, чуть-чуть. Тоже немного скажу. Дело в том, что мы, когда рассматривали, причем в самом тесном контакте с Сергеем Семеновичем решали эту проблему, поскольку по срокам все было сжато, а задача очень большая. Мы определили, что вот этот участок основной, 144 тысячи гектаров, это участок как раз для этих целей, о которых Сергей Семенович сказал, начиная с места расположения федеральных и иных органов власти. А потом уже, естественно, там и жилье и так далее. Плюс, не собирая все в одно место, мы определились финансовый центр разместить в несколько другом месте. Это место, как раз, о котором вы говорите. Проблема. Скорее всего, да, как вариант, который будет рассмотрен, и с предложениями этими тоже мы на эти предложения согласие получили предварительно, но двигаться пока будем в этом направлении. А как предполагается с инвестором общаться? То есть это будет выкуп территории? Это же дело техники, надо все проработать, там же есть вопросы юридические, по оформлению, по передаче, земли, чьи, что, как. На самом деле, это громадная территория. Еще раз повторю, что это практически в полтора раза территория больше, чем территория Москвы. И там много не только частных земель, но и федеральных земель, и сельхоземель, и так далее. То есть это территория, которая позволит снизить плотность населения Москвы почти в два раза. И сделать территорию гораздо более комфортной, даже с учетом, после того, когда эта территория будет освоена, она не будет уже освоена с такой плотностью, как сегодняшняя Москва. Плотность застройки будет в разы меньше. И в целом, за счет перемещения большого количества учреждений, рабочих мест, и Москва будет дышать легче, и плотность, надеюсь, что территория Москвы уменьшится. Сегодня практически на территории Москвы строить что-либо проблемно, потому что город сам по себе перезастроен. А не строить нельзя, потому что нужно сносить ветхое жилье, решать вопросы очередников, надо развиваться городу, строить новые образовательные центры, производственные и так далее. Невозможно не развивать, но и развивать в действующих границах чрезвычайно сложно. Поэтому решение, которое мы вместе с Борисом Силовичем выработали, это, конечно, дает возможность развития мегаполиса совсем другое. Борис Силович, Москва, понятно, она готовится осваивать новые земли. А как Московская область готовится к этому отъему земель? Что вы получаете взамен? Это не отъем земель, это передача земель. Взамен мы получаем то, что, если, например, взять границу зоны, которая сегодня развита хорошо, по линии ЦКАД, ближайшего малого кольца бетонного, то за этой границей, то есть в сторону Московской области, уже территория не имела такой цены, такого назначения, как сегодня. С развитием города Москвы, с тем, что будет вот такой участок передан огромной Москве, естественно, повышается и цена земли в целом вся в округе, вокруг этого нового образования. Помимо этого, мы уже сегодня проработали вопросы развития в целом всего столичного региона, включая, как известно, транспортные схемы, причем не те, которые сегодня существуют, а транспортные схемы, которые будут образовывать как бы большие квадраты, большие, малые, в том числе и дорожные, я имею в виду дороги, прежде всего, которые позволят поднять стоимость земли не только в этом районе, а и в других, в разы. То есть появится инвестиционная привлекательность еще в большем количестве и лучше. И вот таким образом Московская область, конечно же, приобретет в этом отношении не всякие сомнения. Я хотел продолжить мысль, Борисович, о том, что Москва меняет свою стратегию развития от моноцентричного варианта, когда все дороги и все потоки сливались в одном центре, и этот центр изо всех сил, как только можно было, в три этажа застраивался. И таким образом, что бы ни строилось в Московской области или в Москве по периметру, все это в результате схлапывалось в единый центр. Как центр стремительной силы сжимали все эти потоки транспортные, людские, деловые в один центр. То есть сегодня мы получаем полицентрическое развитие региона, мы получаем еще дополнительный один центр, и затем меняем генпланы развития обеих регионов таким образом, что получаем еще несколько центров. И транспортная сетка будет уже не радиальная, а полицентричная большими кварталами. И таким образом, все расселение, размещение производительных сил, оно будет более равномерным, более комфортным для людей. Сегодня, с точки зрения экологической, Москва переживает на самом деле кризис. В центре Москвы дышать нечем. Там уровень загрязнений атмосферы, он уже превышает все нормативы. Сегодня мы ведем речь о том, что решить эту экологическую проблему более равномерным распределением производительных сил, транспортных потоков, коммуникаций и так далее. То есть все эти варианты мы сегодня обсуждаем, рассматриваем для того, чтобы они уже вылились в конкретные планы. А речь идет о переводе всех госучреждений из Москвы, в смысле из центра? И куда именно определились? Или части госучреждений? По какому именно части? Нет, это требует серьезной работы с правительством. Планом делать. Да. Какие учреждения они будут переводить, это уже вопрос федеральных ведомств, правительства, администрации президента. То, что они решат, целесообразности перевода того или иного учреждения, это их решение. Ну, как президент говорил, все-таки основные правительственные учреждения, не их террорганы, а центральные органы, возможно, что они переедут на новое место жительства. Но для этого нужно специально прорабатывать и проект территории развития, и транспортные и прочие коммуникации. И только после этого уже взвешенно принимать решение. То есть, как минимум, для разработки проекта, развития территории, как минимум, понадобится около года, для того, чтобы мы могли спокойно, взвешенно принять решение. Можно еще вопрос? А вот речь идет о появлении нового федерального округа. Когда он примерно может появиться, если, по всему, возглавите вы его, видимо, уже в ранге полномочного представителя президента? Ну, пока об этом речь не идет. Мы пока докладывали президенту о территории, о дополнительной территории, за счет которой расширяется город Москва. Президент говорил о возможности создания федерального округа, подразумевая, скорее всего, идеологию развития Москвы, что это столица, что это специальная территория, которая развивается не только с учетом требований и нужд субъекта, но и нужд федеральных органов власти. Поэтому пока никаких решений о создании формального федерального округа не принималось и не обсуждалось. Еще хотим мы подчеркнуть, что за последнее время нами работа проделана, я бы сказал, колоссальная по всем направлениям, о которой мечтать нельзя было. В последнее время, во всяком случае, там 10-11 лет. А тут буквально за полгода огромный шаг вперед. Мы согласовали действующие границы, как вы знаете, и внесли документы в Совет Федерации, пройдя все необходимые процедуры в органах власти субъекта, в органах местного самоуправления, и теперь договорились о более серьезном шаге, без конструктивной позиции Московской области в правительстве, это невозможно было бы сделать в принципе. А не проще было объединить два субъекта? Нет, не проще. Хорошо, спасибо, коллеги. Спасибо.